Расул Кишов стал первым в Дагестане изобретателем игрового аппарата. В прошлом преподаватель вуза, сегодня занимается робототехникой. Успешная идея Расула лишний раз доказывает, что для молодежи в Дагестане открыты все пути любого бизнеса. О том, как можно заработать на роботах, Хадижа Курбанова. Полгода мы потратили на создание прототипа, и полгода ушло на то, чтобы сделать такой продукт. Расул Кишов говорит о Рэмбете, так называется, первый в Дагестане игровой автомат, созданный республиканским изобретателем. Стол, на котором сражаются роботизированные игрушечные машины, собирает вокруг себя очередь из любопытных ребят, желающих испробовать новые развлечения, каждый на своем примере. Суть игры Рэмбет заключается в том, чтобы заработать как можно больше очков, которые отображаются на табло механизма. Поразить совет при помощи этой машинки за 4 минуты сможет не каждый. Как выяснилось, мальчикам игра дается куда проще. Это признает и сам изобретатель. Не совсем простые правила игры стали маленькой ошибкой задумщиков, но, как оказалось, сложности не отпугивают потребителя. Мне понравилось гонку, когда стреляют ракеты, молнии, снежинка, это все. Расул Кишов является резидентом бизнес-инкубатора Перри Инновации. Выходец из села Кубачини пошел по следам родителей, занимающихся ювелирным мастерством. Изобретатель с детства испытывал тягу к науке и технике, но не все сразу. Некоторое время он работал преподавателем электроники в политехе. И на вопрос, что побудило его уйти с прежнего места работы, он отвечает уверенно. Низкий престиж, низкая зарплата и желание что-то делать, а не просто читать лекции студентам, которым это особо неинтересно и не нужно. Это откровенно ответ на такой вопрос. Оставил работу и занялся созданием роботов. Звучало странно и непривычно, признается Расул. Но в этом его поддерживает семья, друзья и близкие. Значит, все не просто так. В команде с ним опытные коллеги Апери Инновации оказывают поддержку в любых начинаниях. Два раза в год отбираем проекты, из которых выбираем несколько лучших, которые становятся нашими резидентами. Нашим резидентам мы оказываем поддержку как финансовую, это до 500 тысяч рублей на развитие продукта. И помимо этого мы предоставляем ментора. В данный момент Расул работает над робоболом. Это игровой стол с мини-футбольным полем, по которому в будущем будут ездить машинки, с помощью которых нужно забивать гол ворота соперника. В новой модели робобола искореняются все технические неполадки. Здесь изобретатель из Дагестана решил применить беспроводное зарядное устройство. Машинка после каждой игры приезжает на станцию питания и получает заряд автоматически. На вопрос, что же дальше, Расул Кишов отвечает, что не намерен останавливаться. И это только первое его изобретение. Основная задача – это создать технологический продукт, который бы был привлекательным и продавался по всей стране, а лучше по всему миру. Это моя основная задача. И тут на самом деле не принципиально, что это будет. Это будут роботы или что-то еще. Но главное, чтобы он был технологичный и достаточно интересный. Пока в мастерской Расула и его команды только тестовые версии. Но совсем скоро, обещает изобретатель, рынок робототехники Дагестана пополнится еще большим количеством качественных и интересных продуктов.